Здравствуйте! Лекция третья. Архитектура и стандартизация сетей. План. Архитектура и стандартизация сетей. Модель ОСИ. Архитектура подразумевает представление сети в виде системы элементов, каждый из которых выполняет определенную частную функцию, при этом все элементы вместе согласованно решают общую задачу взаимодействия компьютеров. Другими словами, архитектура сети отражает декомпозицию общей задачи взаимодействия компьютеров на отдельные подзадачи, которые должны решаться отдельными элементами сети. Одним из важных элементов архитектуры сети является коммуникационный протокол, формализованный набор правил взаимодействия услов сети. Формализованные правила, которые определяют, в какой последовательности и в каком формате должны обмениваться сообщениями сетевые компоненты, принадлежащие одному уровню, но разным узлам, называют протоколом. Иерархически организованный набор протокол, достаточный для организации взаимодействия узлов сети, называется стэком коммуникационных протоколов. Коммуникационные протоколы могут быть реализованы как программно, так и аппаратно. Протоколы нижних уровней реализуются в комбинации программных и аппаратных средств, а протоколы верхних уровней – чисто программными средствами. Модель ОСИ. Прорывом стандартизации архитектуры компьютерной сети стала разработка модели взаимодействия открытых систем Open System Interconnection. ОСИ, которая в начале 80-х годов обобщила накопленный к тому времени опыт. Из того, что протокол является соглашением, принятым двумя взаимодействующими узлами сети, совсем не следует, что он является стандартным. Но на практике при реализации сетей стремятся использовать стандартные протоколы. В начале 80-х годов ряд международных организаций по стандартизации, в частности, International Standards Organization, ISO, а также International Telecommunications Union и некоторые другие разработали стандартную модель взаимодействия открытых систем Open System Interconnection. Эта модель сыграла значительную роль в развитии компьютерных сетей. В модели ОСИ средства взаимодействия делятся на 7 уровней Прикладной, Представление, Сеансовый, Транспортный, Сетевой, Канальный и Физический. У нас представлены на рисунке 1. Каждый уровень имеет дело с совершенно определенным аспектом взаимодействия сетевых устройств. Модель ОСИ, представленная у нас на рисунке 1. Модель ОСИ описывает только системные средства взаимодействия, не касаясь приложений конечных пользователей. Приложение реализует свои собственные протоколы взаимодействия, обращаясь к системным средствам. Если приложение может взять на себя функции некоторых верхних уровней модели ОСИ, то для обмена данными оно обращается напрямую к системным средствам, выполняющим функции оставшихся нижних уровней модели ОСИ. Каждый уровень компьютера-отправителя взаимодействует с таким же уровнем компьютера-получателя, как будто он связан напрямую. Такая связь называется логической или виртуальной связью. В действительности взаимодействие осуществляется между смежными уровнями одного компьютера. Итак, информация на компьютере-отправителе должна пройти через все уровни. Затем она передается по физической среде до компьютера-получателя и опять проходит сквозь все слои, пока не доходит до того же уровня, из которого она была послана на компьютере-отправителе. Приложения могут реализовывать собственный протокол взаимодействия, использовать для этих целей многоуровневую совокупность системных средств. Именно для этого в распоряжении программистов предоставляется прикладной программный интерфейс Application Program Interface. В соответствии с идеальной схемой модели ОСИ, приложение может обращаться с запросами только к самому верхнему уровню, прикладному. Однако на практике многие стеки коммуникационных протоколов предоставляют возможность программистам напрямую обращаться к сервисам или службам, расположенных ниже уровней. В горизонтальной модели двум программам требуется общий протокол для обмена данными. В вертикальной модели соседние уровни обмениваются данными с использованием интерфейсов прикладных программ. Application Programming Interface Итак, пусть приложение узла А хочет взаимодействовать с приложением узла Б. Для этого приложение А обращается с запросом к прикладному уровню, например, к файловой службе. На основании этого запроса программное обеспечение прикладного уровня формирует сообщение стандартного формата. Но для того, чтобы доставить эту информацию по назначению, предстоит решить еще много задач, ответственность за которые несут ниже лежащие уровни. После формирования сообщения прикладной уровень направляет его вниз по стеку уровня представления. Протокол уровня представления на основании информации, полученной из заголовка сообщения прикладного уровня, выполняет требуемые действия и добавляет к сообщению собственную служебную информацию. Заголовок уровня представления, в котором содержатся указания для протокола уровня представления машины-адресата. Полученное в результате сообщение передается вниз сеансовому уровню, который в свою очередь добавляет свой заголовок и т.д. Наконец, сообщение достигает нижнего физического уровня, который, собственно, и передает его по линиям связи машине-адресату. Физический уровень помещает сообщение на физический выходной интерфейс компьютера 1, и оно начинает свое путешествие по сети. До этого момента сообщение передавалось от одного уровня к другому в пределах компьютера 1. Когда сообщение по сети поступает на входной интерфейс компьютера 2, оно принимает его физическим уровнем и последовательно перемещается вверх с уровня на уровень. Каждый уровень анализирует и обрабатывает заголовок своего уровня, выполняет соответствующие функции, а затем удаляет этот заголовок и передает сообщение выше лежащему уровню. В стандартах ISO для обозначения единиц обмена данными, с которыми имеют дело протоколы разных уровней, используется общее название протокольная единица данных – Protocol Data Unit. Для обозначения единиц обмена данными конкретных уровней часто используются специальные названия, в частности, сообщения, кадр, пакет, сегмент. Перед подачей в сеть данные разбиваются на пакеты. Пакет – это единица информации, передаваемая между станциями сети. При отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни программного обеспечения. На каждом уровне к пакету добавляется управляющая информация данного уровня, заголовок, которая необходима для успешной передачи данных по сети. На принимающей стороне пакет проходит через все уровни в обратном порядке. На каждом уровне протокол этого уровня читает информацию пакета, затем удаляет информацию, добавленную к пакету, на этом же уровне, отправляющей стороной, и передает пакет следующему уровню. Когда пакет дойдет до прикладного уровня, все управляющая информация будет удалена из пакета, и данные примут свой первоначальный вид. Каждый уровень модели выполняет свою функцию. Чем выше уровень, тем более сложную задачу он решает. В следующей таблице представлены функции всех уровней. Физический уровень Физика лея имеет дело с передачей потока битов по физическим каналам связи, таким как кооксильный кабель, витая пара, оптоволоконный кабель или цифровой территориальный кабель. Функции физического уровня реализуются на всех уровнях устройствах, подключенных к сети. Со стороны компьютера функция физического уровня выполняется сетевым адаптером или последовательным портом. Физический уровень не вникает в смысл информации, которую он передает. Для него эта информация представляет собой однородный поток битов, который нужно доставить без искажений и в соответствии с заданной тактовой частотой. Канальный уровень Обеспечивает прозрачный соединение для сетевого уровня. Для этого он предлагает ему следующие услуги. Установление логического соединения между взаимодействующими узлами. Согласование в рамках соединения скоростей передатчика и приемника информации. Обеспечение надежной передачи, обнаружение и коррекция ошибок. Для решения этих задач канальный уровень формируют из пакетов собственные протокольные единицы данных. Кадры, состоящие из поля данных и заголовка. Единицей информации канального уровня являются кадры, фрейм. Это логически организованная структура, в которую можно помещать данные. Задача канального уровня – передавать кадры от сетевого уровня к физическому. Сетевой уровень Network Layered служит для образования единой транспортной системы, объединяющей несколько сетей, называемой составной сетью или интернетом. Технология, позволяющая соединять в единую сеть множество сетей, в общем случае построенных на основе разных технологий, называется технологией межсетевого взаимодействия – интернет-воркинг. Функции сетевого уровня реализуются группой протоколов, специальными устройствами, маршрутизаторами. Транспортный уровень. На пути отправителя к получателю пакеты могут быть искажены или утеряны, хотя некоторые приложения имеют собственные средства обработки ошибок. Существуют и такие, которые предпочитают сразу иметь дело с надежным соединением. Транспортный протокол обеспечивает приложением или верхним уровнем стека-прикладному представление и сеансовую передачу данных с той степенью надежности, которая им требуется. Модель ОСИ определяет пять классов транспортного сервиса – от низшего класса до высшего. Эти виды сервиса отличаются качеством предоставляемых услуг – срочностью, возможностью восстановления прерывной связи, наличием средств мультиплексирования нескольких соединений между различными прикладными протоколами, через общий транспортный протокол, а главное – способностью к обнаружению и исправлению ошибок передачи таких искажений, потери и дублирования пакетов. Сеансовый уровень управляет взаимодействием сторон, фиксирует, какая из сторон является активной в настоящий момент и предоставляет средства синхронизации сеанса. Сеансовый уровень управляет передачей информации между прикладными процессами, координирует прием, передачу и выдачу одного сеанса связи. Кроме того, сеансовый уровень содержит дополнительную функцию управления паролями, управление диалогом, синхронизация и отменность связи в сеансе передачи после сбоя вследствие ошибок в ниже расположенных уровнях. Уровень представления Обеспечивает представление передаваемо по сети информации, не меняя при этом ее содержание. За счет уровня представления информации, передаваемая прикладным уровнем одной системы, всегда понятна прикладному уровню другой системы. На этом уровне могут выполняться шифрования и дешифрования данных, благодаря которым секретность обмена данными обеспечивается сразу для всех прикладных служб. Примером такого протокола является протокол Security Socket Layer, слой защитных сокетов, который обеспечивает секретный обмен сообщениями для протоколов прикладного уровня стека TCP IP. Прикладной уровень Application Layer Это в действительности просто набор разнообразных протоколов, с помощью которых пользователи сети получают доступ к разделяемым ресурсам, таким как файлы, принтеры или веб-страницы, а также организуют свою совместную работу, например, по протоколу электронной почты. Единица данных, которые оперируют прикладной уровень, обычно называют сообщением – Message. Очень большое разнообразие протоколов и соответствующих служб прикладного уровня. К протоколам прикладного уровня относятся в частности протокол HTTP, с помощью которого универсальный тезис о пользе стандартизации справедливый для всех отраслей в компьютерных сетях приобретает особое значение. Суть сети – это соединение разного оборудования, а значит проблема совместимости, является здесь одной из наиболее острых. Без согласования всеми производителями общепринятых стандартов для оборудования и протоколов прогресс в деле строительства сетей был бы невозможен. Поэтому все развитие компьютерной отрасли в конечном счете отражено в стандартах. Любая новая технология только тогда приобретает законный статус, когда ее содержание закрепляется в соответствующем стандарте. В компьютерных сетях идеологическая основа стандартизации является рассмотренная ранее модель взаимодействия открытых систем. Что же такое открытая система? Открытой может быть названа любая система, компьютер, вычислительная сеть, операционная система, другие аппаратные программные продукты, которые построены в соответствии с открытыми спецификациями. Под открытыми спецификациями понимаются опубликованные общедоступные спецификации, соответствующие стандартам и приняты в результате достижения согласия после всестороннего обсуждения всеми заинтересованными сторонами. Использование при разработке систем открытых спецификаций позволяет третьим сторонам разрабатывать для этих систем различные аппаратные или программные средства, расширения и модификации, а также создавать программные аппаратные комплексы из продуктов разных производителей. Модель ОСИ касается только одного аспекта открытости, а именно открытости средств взаимодействия устройств, связанных с компьютерной сетью. Здесь под открытой системой понимается сетевое устройство, готовое взаимодействие с другими сетевыми устройствами по стандартным правилам, определяющим формат, содержание и значение принимаемых и отправляемых сообщений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...